Это как раз тот случай, когда любые оценки и сравнения не актуальны. Высший пилотаж в небе над Мценскими просторами демонстрировали авиаторы из клуба Нормандио Неман, который базируется на бывшем военном аэродроме Хотенки, что в Калужской области. Здесь проходило становление летчика будущего французского полка Нормандио Неман, которые летом 1943 года отважно сражались с врагом. Мы прилетели, почтить память командира эскадрильи Тюляна, который погиб на этом месте. Он взлетел с аэродрома Хотенки и точно по такому же маршруту сейчас прошли наши самолеты в память о Нормандии. За исполнением фигур высшего пилотажа наблюдали многочисленные гости из Франции. Среди них родственники первого боевого командира эскадрильи Нормандия Неман Жана Луи Тюляна. 2 июня 1943 года она перебазировалась к границам Орловщины и стала готовиться к боям за наш город. За время войны потери личного состава полка превысили 40 человек. Из них в Орловском небе погибли семеро. Ошибочно считается, что Тюлян был сбит в воздушном бою. Да, он был подбит, но не был сбит. Ни один немецкий ас на него, на победу над его самолетом не претендует. Это прослеживается и прослежено по документам. А упал он как раз, когда машины выходили из воздушного боя. Они шли со стороны Акиева, преследовав два фокера вдоль как раз долины Каменки. И он с виража попытался совершить посадку. Торжественное открытие обновленного мемориала в деревне Каменка Мценского района на месте героической гибели Тюляна состоялось 17 июня 2015 года. Сегодня здесь снова митинг в честь памятной даты, флаги двух стран и гимн на двух языках. Ведь он любил страну и жизнь и пал за них в жестокой драке. Он бы гордился тем, что этот авиаполк стал настоящим символом дружбы между нашими народами. Я уверен, что наша общая память, многолетняя дружба между Орловщиной и Францией станет залогом мира, делового и культурного сотрудничества. Сказать слова благодарности за сохранение памяти своего деда приехала внучка Жана Луи Тюляна. Мой отец Франсуа и мой брат Бенуа уже приезжали сюда в 2012 году, где присутствовали на открытии другого памятника, не такого красивого, как теперь. Все представители французской делегации говорили примерно так. Спасибо за сохранение памяти. Дружба между народами должна крепнуть. А такие мероприятия – еще один вклад в это. Я хотел бы сказать, что, прежде всего, я чувствую волнение. Очень волнительно для меня все эти встречи, когда я присутствую на торжественных мероприятиях. Для меня очень удивительно то, с каким трепетом русские относятся к памяти тех военных лет. К сожалению, вынужден констатировать, что во Франции в последние годы все реже и реже. Эта тема поднимается, и практически все уже забыли о том подвиге, который совершил народ во время Второй мировой войны. Багаж впечатлений, по словам гостей, был пополнен накануне. В Москве гости из Франции стали свидетелями патриотической акции «Бессмертный полк». Я вот уже написал в Фейсбуке, поделился публикацией, все мои друзья почитали ее. Это действительно очень волнительное и впечатляющее событие, потому что рядом идут представители совершенно разных поколений, от маленьких детей до ветеранов войны. В завершение фотографии на память и обещание приехать еще. Тем более и есть, куда принести цветы. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова